В амбулаторном этапе у нас 71 пациент. Самое низкое количество было на начало недели 44. То есть мы понимаем, что до нуля мы точно не сокращаемся, но и лавинообразного, еще раз повторюсь, роста мы не видим. На сегодня у нас в госпитале 27 пациентов. Три пациента находятся в ПИКе. Из них один с подтвержденным коронавирусом, два пациента это тяжелая пневмония. Один пациент получает неинвазивную вентиляцию, один пациент хай-флоу терапию. То есть высокий поток кислорода через аппарат. Если говорить о госпитале, то по сути у нас работает ПИД. Продолжает работать, потому что опыт показал, что даже при низком количестве пациентов, ситуации с резким ухудшением у пациентов с COVID-инфекцией нередки. Поэтому ПИД жизненно необходим. Даже на госпитале в 25, там условно 30 человек. Поэтому ПИД продолжают трудиться, реаниматологи у нас дежурят. Что касается общего персонала, то по совету, по решению, по общему пониманию ситуации, мы большинство людей отправили с их согласия, кстати, и с их поддержки в отпуска. То есть они, в принципе, находятся сейчас в отпуске. Наверное, большинство из них мы дали отпуск в среднем 2 недели. Ну, до 2 недель тогда говорились с коллегами. В принципе, коллеги все понимают, все включая врачебный персонал. То есть если вдруг нам понадобятся они, то они всегда на связи готовы выйти. В госпитале мы стараемся сейчас за это время провести подготовительные работы, готовясь все-таки, как нам и дано указание, какой-то массовой вспышки микрона, да, и, соответственно, к возможному большому количеству госпитализации. Это в части обновили фонд постельного белья, мягкого инвентаря максимально. Последняя поставка у нас где-то ожидается вот в конце следующей недели. Порядка 100 комплектов, чтобы это все было. Создали для улучшения условий, то есть у нас такие жалобы были. Ну, это же не жалобы, а обращения. Ну, можно сказать, что и жалобы. То есть у нас была только одна комната сантехническая для того, чтобы помылись те пациенты, которые сами себя обслуживают. Мы создали еще на втором этаже комнатку, потому что у нас, по сути, все как было, так мы к этому и готовимся и продолжаем работать в режиме, что второй этаж это будет по типу этажа с легкими пациентами, средней, скажем так, степени тяжести. Третий этаж будет для тяжелых пациентов, и четвертый этаж будет работать в режиме обсервации, ну, и для пациентов стоит подтвержденный, но также средней степени тяжести. Закупка лекарств продолжается, в том числе и блокаторов интерлекинового шторма. Ну, в принципе, сейчас этим записаются все. Это та тема, которая всегда была очень устрая, об этом знают тоже все. В принципе, готовимся в этом отношении. Дальше прорабатывается, вот, позавчера был селектор, дополнительная закупка лекарств для амбулаторного этапа. Ну, все мы знаем, что, буквально об этом уже сообщил вице-премьер, по-моему, нашего правительства, что планируются определенные изменения в части снижения карантинных сроков. То есть ожидается, что эта волна же должна быть массивнее, но легче. Наверное, все-таки она ожидается легче у тех, кто вакцинирован, как я думаю, опять же, вернемся к больной теме, о больной мозоли поговорим. Но и в любом случае планируется, что сроки карантина будут сокращены вдвое. То есть ориентировочный срок лечения пациента до 7 дней, соответственно, заборы повторные мазков, они будут проводиться вот в таком режиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok